Как соотносится между собой кундалини и праной, какая между ними разница? Кундалини — это энергия. У нас есть энергия. Всегда есть энергия тела, энергия ума. Даже энергия сознания. А прана — это то, что живет внутри вас. Все управляет этой праной. С этой праной выходит вся энергия. Она как бы производит энергию, дает энергию. Все время дает энергию. Но кто-то получает энергию только на уровне тела. Чем больше ваша прана развита, то энергия приходит на уровень тела, свой ума. И прана поднимается в более высокие центры. Тогда появляется высокое сознание. Вся энергия приходит из праны. И когда ваша прана будет полностью пробуждена, блаженство пойдет в космический центр. И тогда вся энергия кундалини будет пробуждена. И когда вы медитируете, смотрите внутрь, означает, что вы возвращаетесь к своей праной. Когда вы возвращаетесь к себе, ваша сущность дает вам больше энергии. Когда вы смотрите через глаза, слушаете музыку, слушаете что-то, говорите, энергия исходит из вас. Она исходит из праны. Но кундалини... Кундалини у вас не спит. Недавно я говорил про 3-4% энергии, которую мы используем за всю жизнь. 96-97-95% она продолжает спать всю жизнь. И когда прана проникает в хару и прикасается кундалини, потихоньку она пробуждена. Энергии становится больше. И в тот день, когда вся энергия поднимется, мы говорим, что вся энергия кундалини пробуждена. Так что кундалини это вот как хранилище. Но все оно исходит из праны. Корень имеет в пране. У кого-то энергия только в тело поступает, они используют только тело. У кого-то в ум. Когда пробуждается ум, очень большая энергия получается. Когда без сознания она приходит, то и очень бесконечная энергия. У праны есть как бы склад внутри на какой-то запас. Она может подниматься, пробуждаться, подниматься, увеличиваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...